В Наринмаре готовится к проведению первого фестиваля силовых видов спорта «Сила Заполярия». О новых веяниях в спортивной жизни округа мы поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить наших гостей. Это организаторы фестиваля Александр Терлецкий, Лёвин Дмитрий и Виктор Синявин. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом фестивале, кто его был инициатор и в связи с чем появилась такая идея. Ну, давайте я первый начну, с краю сижу. Значит, идея появилась спонтанно. Обычно ежегодно мы проводим каждый по отдельности соревнования. Я провожу по армрестлингу. Александр со своими товарищами занимается кроссфитом и воркаутом. В этом году так совпало, что мы примерно в одно время планировали эти соревнования проводить. И как-то договорились и решили, что будем делать совместное мероприятие. Так и появилась идея провести это мероприятие. И решили потом назвать его фестиваль силовых видов спорта «Сила Заполярье». В каком он будет формате проходить и в каком месте? То есть, что там будет? Просто будут люди приходить и демонстрировать, что они умеют? Ну, вообще, место запланировано «Марацей», чтобы собрать как можно больше участников, как можно больше зрителей, чтобы было интересно. Планируем музыку, планируем торговлю. Я думаю, будет очень интересно. А участников вот сколько на данный момент набирается? На данный момент уже где-то, я думаю, 50-60 человек уже зарегистрировались. То есть, они готовы уже заниматься и показывать результаты на празднике, на фестивале. Но, как правило, участники это те, кто регулярно занимается уличным видом спорта? Не всегда. И есть такие, которые впервые этим занимаются, слышат и готовы посмотреть, поучаствовать. Есть такие, кто впервые участвует. Но также приглашения направлены во все силовые структуры. Мы хотим все-таки выявить сильнейших на этом мероприятии. Поэтому могут участвовать все желающие. Да, я вот хотел бы добавить, что кроме армрестлинга, кроссфита, еще решили провести соревнования по армлифтингу. Сейчас этот вид спорта активно продвигается таким известным человеком и актером, популярным, как Сергей Бадюк. Вот. Довольно-таки захватывающее зрелище, зрелищное мероприятие. И, в принципе, единственное требование – это иметь две руки, две ноги и желание. А что это за вид спорта, расскажите. Значит, это тяга ручки с весом. Ручка специальная, называется «роллинг тандер». Она крутится. То есть, значит, вид спорта определяет силу хвата. То есть, человек поднимает вес определенный, который он сможет поднять, только за счет хвата. Кисть, рука, она практически никакой роли не играет за счет того, что ручка крутится. Вот. Сейчас, благодаря спонсорам заказали, наше объединение армрестеров заказали эту ручку. Вот. Также заказали профессиональный стол для армрестлинга. Он в таком патриотичном виде выглядит. Триколор. Я думаю, будет не просто интересно, а просто зрелищно будет. То есть, у Наринмара новые виды спорта приходят. Вот то же самое, как воркаут. Кроссфит. Да, кроссфит. Люди выходят из спортзалов и занимаются на улице. Вот в связи с чем такая популярность идет? Популярность? Это молодежно. Это сейчас, сейчас в моде заниматься, вообще заниматься спортом сейчас в моде. И данные виды спорта, кроссфиты, они, во-первых, как уже сказал Дмитрий, зрелищны. И они массовые. И они... Не требуют больших финансовых затрат. Да, не требуют финансовых затрат. И, естественно, для нас это пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни. Ну, основной организатор, как вы уже поняли, это общероссийский народный фронт. Мы хотим популяризировать вообще здоровый образ жизни в нашем округе. Хотим, чтобы молодежь активно занималась. Ведь все-таки здоровая нация – это крепкая Россия. Поэтому мы должны привлечь всех по максимуму, чтобы все не сидели дома, занимались спортом. Да, вот я еще хотел заметить по поводу молодежи. Ведь, я думаю, многие знают, что у нас в округе спорт в основном, ну, в спортивных заведениях, он для детей. Детский спорт в основном. А уже более старшее поколение, ну, молодежь, которая уже там отучилась в школе, отучилась в каком-нибудь учебном заведении, вот. У них уже меньше возможностей заниматься спортом, потому что он уже становится платным. Вот. В связи с этим мы стараемся каким-то образом развивать вот эти виды спорта, и в том числе и на бесплатной основе. Сейчас как раз ищем, есть уже оборудование, тренажеры, ищем помещение. Вот. Для того, чтобы оборудовать тренажерный зал, конечно, он будет не по евростандартам. Вот. Обычная будет тренажерка, как раньше, в наши детские годы. Вот. Но большой плюс в том, что мы будем это делать на бесплатной основе. То есть каждый желающий может к вам прийти и заниматься бесплатно? Да. Каждый желающий, но есть одно но. Каждый желающий, который будет заниматься конкретным видом спорта. Не просто там прийти, побегать на дорожке, значит, набрать форму перед летним отпуском. Это как раз вот можно... У нас есть такие тренажерные залы, и услуги такие предоставляются. А здесь мы будем продвигать конкретные виды спорта, чтобы потом можно было при, так скажем, определенном успехе сформировать команду и уже выступать на соревнованиях других уровней. Я, например, участвую в соревнованиях по армрестлингу всероссийского уровня. Вот. И в этом году, опять же, планирую ехать, участвовать. Два раза на чемпионате России был. А готовитесь сами? Готовлюсь сам. Как организатор и как участник будет. То есть, ну, я тоже буду принимать участие. Вот. Александр думает тоже. Что касается условий, вот кроме лидера, где есть площадка для воркаута, где еще ребята готовятся? В Наринмаре, в поселке Искателях? Есть ли возможность? С этим проблема. Вот поэтому сейчас российский народный фронт, трезвая Россия подключаются все-таки к тому, чтобы установить как можно больше таких площадок в шаговой доступности, чтобы дети могли со двора собраться, пойти и начать заниматься этим делом. Ну, достаточно немного требует финансов, просто этим нужно заниматься. Вот поэтому мы активно все-таки берем на себя эту инициативу, чтобы у нас в каждом дворе стояла спортивная площадка. Ну, уже удалось где-то установить? Ну, вот на настоящий момент Александр расскажет. Да, мы в настоящий момент планируем строительство площадки, воркаут-площадки в зоне города, это где парк на Рыбников, на улице Рыбников. Я думаю, что в течение августа нам удастся ее поставить. И я думаю, что это будет не одна площадка, это будет несколько. И сейчас мы ведем работу в этом направлении. И также будут, помимо площадки воркаут, это турники, грубо говоря, будут еще и тренажеры, то есть уличные антивандальные тренажеры, которые также совершенно бесплатно можно будет использовать. Ну, средства будете спонсорские привлекать или как планируете? Средства у нас... Спонсорские, гранты, то есть все возможные способы для того, чтобы наша молодежь могла во дворах заниматься, а не вести какой-то непонятный образ жизни. Да, мы еще выступаем за то, чтобы спорт был доступным. То есть в каждом, желательно в каждом дворе были данные площадки, чтобы можно было совершенно беспрепятственно пользоваться ими, заниматься спортом. Но опять же, эти площадки открытые, они будут рассчитаны только на занятия в весенний, летний, осенний период. Я думаю, зимой тоже можно крутиться на турнике. Единственное, что нужно с расчисткой решить вопрос. Но я думаю, что это не сложный вопрос, и это решаемый вопрос. Так что все возможно. Даже сами активисты, участники выходят, сами все расчищают, все делают. Много ребят, которые все-таки уже подключаются к этому образу, здоровому образу жизни, сами все организовывают, все за счет своих средств тоже. Поэтому я думаю, что это актуально, и это надо развивать, особенно в нашем регионе. А вот что касается сельской молодежи, вы каким-либо образом с ними взаимодействуете? Может быть, им помогаете в организации тоже подобных фестивалей? По-моему, да. Или выехать на какой-либо конкурс? Пропаганную фестиваль. Если говорить конкретно о армрестлинге, которым я занимаюсь и популяризирую, на моих соревнованиях, в прошлом году два раза проводил, и на каждом из соревнований принимали участие в том числе и представители сельской местности. У нас были участники из Оксина, из Красного, из Тельвиски, ну, скажем так, из ближайших населенных пунктов, потому что не всегда есть возможность добраться сюда, тем более самостоятельно, там, за свой счет. Поэтому либо мы планируем это в такие периоды, когда у нас река чистая, либо когда уже река замерзла, да, 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 и можно добраться уже зимой на технике соответствующей. Я бы хотел отметить, что ребята деревенские довольно-таки крепкие, они хорошие результаты показывают, и вот хотелось бы даже, чтобы они в этот раз тоже приняли участие. Должна быть здоровая конкуренция. Да. Ну, они вот обращаются к вам с какими-то вопросами, что у них там негде заниматься или какую-то помощь? Нет, пока... Мы еще хотим здесь пока нанести такой порядок в городе, это все организовать, чтобы у нас практически в каждом районе, чтобы была спортивная площадка. Турники, тренажеры, футбольное поле. Когда здесь мы закончим, мы уже начнем как-то в населенных пунктах отдаленных. Ну вот, на ваш взгляд, футбольное поле у нас здесь вот в черте города есть только на территории лидера такая специально оборудованное поле. Вот, на ваш взгляд, этого достаточно или все-таки необходимы еще маленькие, пусть даже, площадки? Нет, конечно же, я считаю, недостаточно. Там постоянно поле занято, а ребята, ну, такого школьного возраста, да, они все-таки во дворах гуляют, там они собираются. Вот я считаю, что все-таки вот, ну, удалось уже даже две площадки на улице, строительные, рабочие, они, конечно, не закончены до конца, еще не доделаны, но уже, значит, это администрация города, да, услышали нас, и вот эти вот удалось все-таки две спортивных площадки футбольных поставить. Надеюсь, что найдут средства их до конца доделать, и будем дальше продолжать. У нас еще Южная нету спортивной площадки, у нас нету Кармановки спортивной площадки, современной спортивной площадки. Поэтому потихонечку, но движемся в нужном направлении. А вот по поводу на улице Строительной, там сейчас нету, я так поняла, на площадке специального покрытия, дети играют на песке. Да, но мы все-таки, я думаю, надеюсь, что мы в этом году все-таки заставим сделать эту площадку и сделать травмобезопасное покрытие. Ну там вопрос в чем? В том, что нету средств на закупку этого покрытия или в чем загрузка? Ну покрытия нет, как я знаю, покрытие уже есть, осталось только бетон, бетонные работы завершились, подушку вот такую, основание, и все. Поэтому надеюсь, надеюсь, что в этом году мы доделаем две этих спортивных площадки. Ну вот по поводу новой площадки на Рыбников, может быть, еще есть в планах оборудовать другие? Вообще хорошо бы, как вы уже сказали, что хорошо бы развить спорт на селе в том числе. Да, у нас огромное количество поселений, поселков, где спорта фактически нету. Мы совместно с проектом, федеральным проектом «Трезвая Россия» проводили в городе уроки трезвости. И есть задумка такая провести уроки трезвости также в поселках наших, в муниципальных образованиях. Хотим на этих же уроках рассказать в том числе о новых видах спорта, в том числе то, что мы кроссфит, воркаут, армрестлинг и так далее. И плюс к тому рассказать про влияние вредных привычек, скажем так. Я думаю, что мы это организуем. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца начнем уже проводить уроки. А в каких селах планируете, чтобы рассказать молодежи, что будут такие уроки? И что это за уроки? И что там такого интересного? Желательно бы, конечно, охватить весь округ. Единственное, что по возможности пока будем близлежащие поселения там проводить. Уроки включали себя. То есть там будет небольшая лекция, фильм, ролик. И также мастер-классы. Мы проводили танцы, проводили упражнения. Прямо вот в классе мы делали вот такие вот мастер-классы. Никто до нас этого не делал. И хочу сказать, что ребята заинтересованы. Есть стимул, есть к развитию, есть интерес к спорту самое главное. И, естественно, мы хотим сказать, что занятие спортом – это интересно. Это интересное времяпровождение. То есть не обязательно какие-то использовать стимуляторы, грубо говоря. Но спорт, еще раз спорт, у нас акцент именно на это. Ну и вот возвращаясь к фестивалю, как он будет проходить? Будут ли там жюри оценивать? Или это будет просто любительский показ? И я вот читала в положении, что там даже будут какие-то призовые места. Да, совершенно верно. Значит, у нас разработано, утверждено положение. Значит, основной организатор по положению – это Общероссийский народный фронт. Проводит совместно с региональным отделением общественной организации «За здоровый образ жизни Ниньского автономного округа». И пока еще не федерацией, но общественное объединение армрестлеров Ниньского автономного округа. Вот, значит, в 11 часов начнется регистрация участников. Предварительная регистрация уже объявлена, у нас создана в ВКонтакте страница своя, вот, встреча. Там все виды спорта, которые будут уже в обсуждениях указаны. И кто хочет, может подать заявку. Там ничего сложного. Фамилии, имя, отчество, возраст и вес указать. Основная регистрация уже будет на самом фестивале в 11 часов, как я уже сказал. Потом будет открытие, там приветственное слово от организаторов. Ну и всем успехов, здоровья и побед. Вот, потом, скорее всего, у нас начнется, первое – это по кроссфиту. Там личное участие, будет объявлен комплекс упражнений по правилам. Он объявляется не раньше, чем за час до мероприятий, потому что, чтобы не успели люди подготовиться и, да, вот именно к конкретным видам упражнений. Вот, после этого будет проходить, ну, так скажем, параллельно. Начнется соревнование по армрестлингу, ну, немножко позже, чем кроссфит. Это сделано с тем, чтобы те, кто поучаствовал в кроссфите и хотят еще поучаствовать в армрестлинге, чтобы не, так скажем, не пропустили эту возможность. Вот, и еще будет соревнование по армлистингу. Там тоже есть свои правила. Все документы уже выложены на странице ВКонтакте. Страница так и называется «Фестиваль силовых видов спорта» в кавычках «Сила Заполярья». Вот, и что по призам? Значит, по армрестлингу, так как я его продвигаю, вот, нашел возможность организовать призовые, значит, у нас в первую очередь, это самое главное, что участие в армрестлинге бесплатное, носов никаких не будет, так же и в армлифтинге. Значит, призовые с первого по третье место, в любом случае, все будут награждаться грамотами и медалями, вот, а так же поощрительными, так скажем, подарками от наших партнеров. Подарки, скажу сразу, интересные. Каким-то образом они связаны со здоровым образом жизни, с активным образом жизни. Вот, поэтому я считаю, что тот, кто придет на фестиваль, он не пожалеет, что выходной в субботу проведет время с пользой, с интересом, и еще будут эмоции, останутся еще и на неделю следующую. Ну вот, что касается армрестлинга, туда больше как молодые парни ходят, или уже мужчины, или есть ли девушки? Значит, все категории, которые вы перечислены, все у нас планируются. Значит, участие будет по двум, так скажем, категориям. Это юноши, девушки, возрастная категория от 16 до 18, а также следующая категория, это уже мужчины и женщины, возрастная категория от 18 и старше. Вот, у каждой категории будут свои весовые еще категории. Вот, раньше мы проводили, ну в прошлом году мы проводили соревнования от 18 и старше. Вот, участие принимали как ребята, которые занимаются спортом, силовыми видами спорта, ну такими похожими, там, армлифтинг, неправильно сказал, пауэрлифтинг, ну, к примеру, там кто-то бодибилдингом занимается, так и ребята, которые впервые пришли, решили попробовать свои силы. Вот, соревнования любительские. Судейство будет организовано, я буду главным судьей, вот, опыт имеется, поэтому буду следить в первую очередь за безопасностью. То есть, если есть определенные положения во время борьбы, травмоопасные, будем их исключать. Поэтому те, кто говорят, что это пришел, чтобы руки поломать, это те, которые любят время проводить только в Ютубе, смотреть вот такие подобные ролики. Это все неправда. На нормальных соревнованиях травм не бывает. Правильно должно быть судейство. Травмы обычно происходят по незнанию и, как правило, так скажем, не соблюдают, ну, среди тех, кто не соблюдает, не ведет здоровый образ жизни, а наоборот разгульный. Но можно сказать, что это будут первые любительские соревнования по армрестлингу или уже ранее? Нет, это уже не первые соревнования. В прошлом году... Просто формат такой впервые. Такой формат фестиваля совместно под открытым небом. Много будет зависеть от погодных условий. Если погода будет хорошая, я думаю, придет очень много народу. По крайней мере, желающих уже очень много. Поэтому будем надеяться на хорошую погоду. Ну, а что касается программы по кроссфиту и воркауту? Там как будут обстоять дела? У нас будет стоять мобильная площадка, разборная. То есть там будет брусья, перекладина. И также у нас будет инвентарь, как тяжелой атлетики, так и легкой гиви. И будут автомобильные покрышки. То есть это будет очень интересно. Посмотреть на это и поучаствовать. А что касается судейства? Судейства? У нас будет тренер. Тренер. Его зовут Сергей Окладников. Не первый год уже занимается кроссфитом. И воркаутом. И будет судействовать. Ну, вот если взять, допустим, воркаут, это же очень такой субъективный вид спорта. Ну, по воркауту у нас не будет соревнований как такового. Здесь у нас мы устроим показательные выступления. То есть есть у нас воркаутеры, которые могут показывать трюки на перекладине, мы бы говоря. Чтобы заинтересовать других. Да, чтобы заинтересовать других в этом виде спорта. Они будут просто показывать то, что можно, какие упражнения есть, существуют. Я могу покрутиться. Да. По кроссфиту? По кроссфиту не буду, скажем так, сразу раскрывать все карты. Какие упражнения будут, все виды упражнений, те, которые там будут, они будут озвучены непосредственно до состязания. Могу сказать, что это будет только в основном базовые упражнения, не сложные. Собственным весом. Собственным весом. Та же покрышка, гири, перекладина, возможно, кросс. И тоже допускается, как юноши, мужчины, женщины? Или кто у вас это заявлен? Допускаются абсолютно все. Единственное, что возраст 16 лет это должно быть. На данный момент пока женщин, девушек пока нету, они хотят, видимо, участвовать. Но я думаю, что, может быть, все-таки и найдутся желающие. Единственное, что у нас нету разделений по мужчинам и женщинам. Сам кроссфит подразумевает то, что упражнение направлено на всех, на развитие, на категории граждан. Как мужчин, так и женщин, без разницы. То есть, таким образом. Долерантный такой вес. Да. Еще бы мы хотели бы в рамках данного фестиваля объединить другие спортивные какие-то объединения, да? То есть, проводить, вообще, делать такой фестиваль масштабный по всем видам спорта, да? Взять, вот, допустим. В любой момент они могут обратиться со своими предложениями в общероссийский народный фронт. Мы как придумаем, все обговорим. Я думаю, что уже на следующий год будем расширять, расширять. Я думаю, что это надо сделать уже традицией. Ну и, Дмитрий, давайте еще раз напомним, когда будет фестиваль, во сколько начало, чтобы зрители не забыли прийти на площадь Маратсей? Да, ну, значит, 30-го числа, 30-го июля, в субботу, в 11 часов начнется регистрация участников. Регистрация будет по кроссфиту, по армрестлингу и по армлифтингу. Планируем закончить фестиваль до 5 часов вечера. С 11 до 17 часов на площади Маратсей? Да, значит, в общем, с 11 до 17. Ну, все зависит от количества участников и зрителей. То есть, участие может принять даже человек, который просто сначала решил прийти посмотреть, потом ему понравилось, захотел тоже поучаствовать, вот у него есть возможность заявиться. Каждый сможет прийти и попробовать себя. Да, ну, это одна из целей данного фестиваля, что привлечь как можно больше людей, участие может принять любой. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Я напомню, что у нас в гостях были организаторы первого фестиваля силовых видов спорта «Сила Заполярия». Это Дмитрий Левин, Александр Терлецкий и Виктор Синявин. Это было Актуальное интервью. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok